И они кидали тогда, как кости, разыграли, будет дождь, не будет дождь. И так уже три года съели все, что было в закромах их, представляете? И тут выходит Илья, идет к этому царю, который хочет его убить, и встречает Авдия, пророка, и говорит, слушай, пойди к Ахау и скажи, что я его жду вот на дороге, я его жду в этом месте, тот говорит, ты что? Жив Господь, нет ни одного народа, ни царства, говорит Авдий, где бы мы не искали тебя, и когда они говорили, Ильи здесь нет, то Ахау брал с них клятву, покляните, что его здесь нет, иначе, если вы его укрываете, то я уничтожу вас и все ваше семейство. И говорит Авдий, разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков господних? То есть мы прочли, что он был богобоязненный. И я скрывал сто человек пророков господних, по пятьдесят человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Остальных пророков убили. Илья даже молится Господу, Господи, куда ты меня посылаешь? Он плачет перед ним, говорит, всех твоих пророков убили. Посмотри, что с Израилем стало. Они все идолам стали поклоняться. Они забыли живого Бога. Посмотри, неужели этот народ погибнет. Будьте внимательны. Это очень важное слово. Где брать силу Божью? Где взять силу, когда его хотят убить? А его Бог посылает прямо к этому убийце. И он пошел. А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, или я здесь? Он убьет меня. И сказал Илья, жив, Господь Саваоф. Жив, Господь Саваоф. И в переводе Господь Саваоф, Бог сил. Напишите себе, Бог сил, Господь Саваоф. Вы знаете, я не помню, рассказывали вам, у нас в Москве история была. Один парень из бывших, но такой, он бритоголовый был, на колках весь, в очках. И Господь дал ему работу, он устроил его на такую фору большую, возить со склада какую-то продукцию. Рассказал вам это? Нет. Расскажите еще раз. И он, утром он учится в библейской школе, Бог все устроил во второй половине дня, он работает на этой форе. И вот он подъезжает этой фурой на склад, а там склады, разные склады. Там какая-то техника, там какие-то еще товары, там газовые приборы. И тут, значит, к нему подъезжает машина, на ступеньку прыгает такой, ну, как шестерки называют. И говорит, ты платишь? Он говорит, что? Что ты имеешь в виду? Ну, говорит, у тебя крыша есть? Он говорит, да, конечно. Так, говорит, он видишь, еще две машины стоят. Если ты нам не отстегнешь, не будешь отстегивать каждый раз, ты просто с этого склада не выйдешь. А он такой парень, рука такая загорелая, такие бицепсы, рука, локоть выставленный в окно, в очках. Он так приподнял глаза, эти вот очки. А ты что, не знаешь, на кого я работаю? А на кого ты работаешь? Он говорит, я работаю на господина Саваофа. Слыхал о таком? Сейчас узнаю. Побежал к той машине, а парень-то учится в библейской школе уже. Господь Саваоф. Ты можешь смело прикрываться именем Господа. У меня есть крыша. Как ледяи мы пришли в офис. Тот побежал к машине, сейчас узнаю. Открылись ворота, он ему показывает, приезжай. Он заехал туда, а говорит, а у самого поджилки трясутся, потому что это бригада серьезная. Там они с оружием. И если сказали, что не выпустят, то не выпустят. Говорит, что я сказал? Я работаю на господина Саваофа. И когда он все-таки решился, его загрузили, выезжать, думают, Господи, Ты мой помощник, Ты моя сила. Помоги мне, я не знаю, убери их куда-нибудь. И когда он выезжает с ворот, их ни одного нету. Никого издуло, как ветра. Господь Саваоф. Это имя звучит на весь духовный мир. Вы слышите? Господь Саваоф. Жив. Имя Его, которым я стою сегодня, и я покажусь ему. Что и тем самым провозгласил Илья, что Бог, он Бог сил его. И он не боится ничего. Вы слышите? Если мы будем провозглашать, Господь Бог сил. Да, я рассказывала, когда к Ледяеву в офис приехали. Рассказывала вам это? Приехали, сидит у него администратор в офисе. Это в Риге было. И он рассказывает. Заходят трое таких вот, больших. А администратор ростом еще меньше, чем Алексей Ледяев. Маленький такой, щупленький. Они заходят. Говорят, да, я вас слушаю. Присаживайтесь, пожалуйста. С улыбкой. Мы же гостеприимные, правда? Мы же верующие. Мы всех любим. У нас такой вопрос. Тут церковь ваша, новое поколение, да? А у вас крыша есть? Но, видно, он сразу сообразил. Это я слышала лично от самого Алексея Ледяева. Он говорит, есть крыша. И так смотрит. Ну и вроде бы не течет. Хорошая крыша. Он говорит, так, ты не понял, говорит. Мы придем через неделю, чтобы был конверт, положенный на столе. А он такой, знаете, ребята. Они такие смотрят на него. Вы в этот мир пришли по чьей воле? А как вы думаете? А уйдете вы с этого мира по чьей воле? Их сдуло ветром. Они стали оглядываться. Что за угрозы? Тут уйдете из этого мира. Они не собирались уходить из этого мира. Это как вы понимаете? И что оказалось? Это группировка. Эти бандиты, рикетеры. Которые обирали всех. Брали десятину. С каждого, каждого абсолютно предприятия. Из церквей некоторых брали. И они потом попали в церковь. Они пришли как бы посмотреть. Что же за сила у них тут? Такая на них страх божий сошел. Они потом рассказывали, что у них коленки задрожали. Вы слышите? Лестер Самрел рассказывал. Когда он в одном... Это было в Австралии. Когда он в одном городе проповедовал. И ворвались тоже противники. Бандитская группа. Вошли они сначала скандировали возле церкви. А потом говорили. Так, заканчивай служение. Уходи. Или мы не знаем, что с тобой сделаем. Ты что, хочешь жизнь потерял? Лестер Самрел продолжал проповедовать. И вот они ворвались в здание церкви. И они были с оружием. Они были с пистолетами. Вы слышите? И они стали ему угрожать. Так, папаша. Замолчи. Кто ты здесь такой? Мы здесь хозяева. Это наша зона. Наша территория. Послушай, я не гарантирую, что на тебя не будут наезжать. Но твой Господь, Господь Саволок. Ты слышишь? И они когда вот так вот кучкой. Все храбрые. Все смелые. И Лестер Самров говорит. Ну, пусть кто смельчак. Машут пистолетами перед ним. Кто смельчак? Кто первый выйдет? Я, говорит, не гарантирую за вашу жизнь. Если ты попробуешь, ты замертво можешь умереть здесь. И один из них выскочил. Он только взял за пистолет. И пуля пошла вниз. Вы слышите? И этот человек умер, упал замертво. Пуля не пошла даже на Лестера Самрова. Бог свой палец в дуло поставил. А что такое? Пуля и Божий палец. Кто тебя коснется, тот око Божьего коснется. И Бог, он расферепеет. Он разъяренный будет. Если кто-то коснется тебя. Бог, он за тебя. Всегда за тебя. И посмотрите. И пошел Абди навстречу Ахаву. Донес ему и говорит. Иди, и там на горе кормил. Тебя ждет Илья. Послушайте. Когда мы уповаем на Господа. Бог нам дает силу и смелость. Да? Силу и смелость. И дальше. Теперь пошли и собери. Ко мне всего Израиля на гору кормил. И он говорит. Четыреста пятьдесят пророков. Баловы. И четыреста пророков Дубравных. Питающихся от стола Еизавели. Еизавель. Это жена была Ахава. Это женщина, которая. Ее приказы убили всех пророков. Эта женщина. Это прообраз этого мира. Это то, что всегда пытается убить верующих. Это сплетни. Это дух страха. Это какие-то наговоры. Это мнительность что-то вдруг. Какие-то мысли полезли. Страхов сковал. Это дух Иизавели. Который пытается всегда остановить и разрушить церковь. Остановить и разрушить жизнь верующего. Украсть призвание его. Это мир, который пытается затянуть верующих обратно. Этими прелестями этого мира. Замани с одной целью, чтобы убить. И они питались от стола Еизавели. Или они питались от этого мира. Что им подбрасывали? Булочки, гамбургеры, чизбургеры. Высоты, поклонения идолам. Каждый себе идола строил во дворе. Вытесывали с остатков деревьев. Вытесывали. И они питались от этого стола. Послал Ахапа всем сынам Израилю. И собрал всех пророков. На гору кормил. И подошел Илья ко всему народу. Посмотрите. Упование на Господа дает силу следующее. Напишите пункт. Убеждать. Дает дерзновение и силу убеждения. Когда ты уверен в Господе. У тебя есть эта сила убеждения. Правоты Слова Божьего. У тебя есть это дерзновение. Говори. Послушай. Вы знаете, один человек пришел к пастору. И говорит. Если бы мне кто-то. Я давно слышал об Иисусе. Но если бы мне кто-то рассказал об Аде. Какой там ужас. Я бы давно прибежал. Дорогие мои. Нам нужно рассказывать людям. Если ты не покаешься. Что может стать в твоей жизни. Завтра тебя дьявол может сбить машиной. И куда ты пойдешь. И будешь мучаться в вечной сваду. Нам надо иметь это дерзновение. И ради спасения этого народа. Посмотрите, что Бог делает. И пошел. Он не махнул на народ рукой. Бог. Он говорит. Да, они все уже идолам поклоняются. Да пусть в этой засухе и умрут. Нет. Он хотел явить свою славу. Бог хотел явить свою силу. И подошел Илья ко всему народу и говорит. Долго ли нам хромать на оба колена? Долго ли нам еще хромать? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал Ему народ на слова. Дальше последовали действия. Он говорит. Приведите мне тельцов. Он говорит, с одной стороны, я, один пророк Божий. С другой стороны, 450 пророков Вааловых. Те, которые поклонялись Ваалу. Он говорит, дайте им тельца. И дайте мне тельца. И пусть пророки Ваалы, если они говорят. Потому что народ уже пошел в заблуждение. И пошел в обольщение. Бога-то они видят. А идолов они видят. Вот, у каждого во дворе стоит идол. Или на высоты они ходили поклониться. Он говорит, ну вот же мы видим. Вот, это как Бог. Он там, иконы висят. Я же вижу, хотя бы вижу. Как он выглядит. Подождите. Бога не видел Иоанна написано. Никто никогда. Никто и никогда его не видел. А люди, такая натура. Они хотят что-то увидеть. И он говорит, Илья, хорошо. Давайте пусть Бог рассудит. Вот пророки Ваалов. Их аж 450. Пусть они принесут жертву своему Богу. Пусть уложат дрова. Пусть рассекут этого тельца пополам. Пусть положат на эти дрова. Но огня не зажигают. Представьте себе ситуацию. Засуха в стране. Люди уже этим идолом кланялись. Богу солнца. Богу плодородия. Богу дождя. Богу Нила. Все кланялись. А воды все нет и нет. Представляете? Илья говорит.